Очередную массовую атаку на Одессу совершили российские войска в ночь на 19 июля. Используя ударные беспилотники иранского производства и ракеты разных типов, Россия атаковали объекты портовой, критической и промышленной инфраструктуры города. Есть пострадавшие мирные жители. О последствиях и целях ракетных ударов в нашем материале. Так одесские спасатели тушили складские помещения под Одессой, которые загорелись после попадания осколков в одну из российских ракет в ночь на среду. Огонь охватил площадь более 3000 квадратных метров. Пожары были масштабные. Спасателям понадобилось более 6 часов, чтобы полностью потушить их. В общем, сегодня ночью более 140 спасателей и 36 единиц техники были привлечены на различные чрезвычайные происшествия, в которые именно были вызваны ракетным обстрелом. Взрывной волной после еще одной сбитой ракеты повреждены жилые дома в одном из спальных районов Одессы. В квартирах выбиты окна, осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили. Я услышала сиренную тревогу, потом был первый взрыв, я подскочила, побежала к входной двери, и там спряталась, и произошел второй взрыв, вот этот вот, который повлек такие последствия. Окна-то вылетали, ну, такой, шкаф, лежали на кровати, шкафом сверху прибило. Ну, с волной стену выдавила стену, что с этого я запишу. Всего в ночь на среду российские войска выпустили по территории Украины 32 ударных беспилотника типа «Шахет», 16-кроватых ракет типа «Калибр», одну ракету Х-59, а также 8-кроватых ракет Х-22 и 6-кроватых ракет «Оникс». Использовались и стратегические авиации, и ракеты морского базирования. Даже не выходя из бухты, враг добавил к атаке еще один надводный ракетоносец, чем подвергал опасности и другие корабли, которые находились в этой же бухте. Также использовались дроны, и если раньше атаки были более-менее волнообразные, то тут действительно и происходило фактически все одновременно. Под ударом оказалась инфраструктура морских портов Одесса и Черноморск. В результате прождены зерновые и масленичные терминалы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку попыткой уничтожить необходимое оборудование для работы зернового коридора. Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки. И каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни. Вице-премьер Кубраков и министр Клименко проинформировали о последствиях ударов. Также были доклады главкома залужного и командующего ВВС Олещука. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна. Владимир Зеленский, президент Украины, в официальном телеграм-канале. В результате ночного обстрела Одесской области три человека, в том числе и ребенок, получили ранение. Это уже вторая массированная ракетная атака российских войск на Одессу за последние два дня. Прошлой ночью во время обстрела противник также пытался поразить объект инфраструктуры Одесского морского порта. Богдан Максимец для телеканала Freedom.